Ноль пятый, я ноль восьмой, иду к тебе. Накануне этих событий, в конце мая, начале июня, у меня была встреча с некоторыми приближенными к президенту Грузии Саакашвили политических деятелей. Они обращались ко мне с предложением обсудить вопросы некоторые, но мы долго решали, где встретиться, они отказывались от России, там предлагали Турции, отказывался Турции и так далее. В общем, короче говоря, потом нам предложили шведы провести в Стокгольме. Ну вот мы, я взял с собой еще несколько человек, мы поехали, и в Стокгольме у нас была встреча, на которой мы поняли, что они готовятся к военным действиям. Ну я приехал, конечно, доложил президенту Богабшему, обсуждали эту тему. Мы просто не были уверены, где они начнут, в Абхазии или в Южной Осетии. Мы даже обсуждали, что мы будем делать, если это будет, скажем, нападение на Южную Осетию, потому что у нас какие-то обязательства тоже есть перед осетинами. Оно так и получилось, когда вот информация пришла о том, что там началась война, пришел к президенту, мы всю ночь там находились, он был на связи, пытался связаться с руководством России и прочее. В итоге ему удалось связаться с заместителем министром иностранных дел Карасиным. Ну и Карасин как раз здесь сказал, что он ведет до высшего руководства нашего беспокойства, спросил нас не торопиться, потому что Россия со своей стороны будет принимать необходимые действия. Но мы не могли тоже безучастными так быть, и было принято решение выдвинуть войска в сторону восточной нашей границы, в сторону Грузии. И так и было на утро сделано. Это уже на утро 9-го? Да, да, да. Но миротворцы встали на пути, и я с ними переговоры вел, с руководством миротворческих сил, которые просили не нарушать, так сказать, их мандат, что они не имеют права допускать этого. Мы решили, что в это время, когда мы не можем сталкиваться с миротворческими силами, но мы можем направить свои силы на освобождение Кудорского ущелья, что тоже сковывало силы противника. Во взаимодействии с Российской армией было принято решение о высадке десанта в Кудорское ущелье, потому что дороги, которые вели, они были очень узкие. И фактически одна дорога, пройти практически было невозможно. Потом уже мы видели эти фортификационные сооружения. Военная инженерия там была на высоком уровне, и пройти без жертв фактически было бы невозможно. Там бы сложилось бы так, что очень много бойцов могли погибнуть. Поэтому было принято решение, что будет высадка десанта. Я во всех разработках и переговорах принимал участие, когда было принято решение создать коридор для того, чтобы мирное население, кто хотел уйти, и военные, чтобы они могли уйти через этот коридор. Не создавать какой-то котел, в котором могли быть массовые жертвы. Вот. Этот котел, этого котла не произошло. Был создан коридор. Нас высадили в селе Чхалта. И, как положено, по военному образцу, мы тогда соединялись с другими бригадами, например, с Гулилипской бригадой. Мы с ними объединились. Какая-то часть пошла на соединение с теми, кто шел уже по основной дороге. А какая-то часть пошла вперед практически по следам войск Грузии. Мы же понимали, что уже практически сопротивления нету. И давали им возможности уйти. Патроны, дайте патроны. Ну, я все это время вел переговоры, кстати говоря, с полномоченным Якуб Ашвили. Он был тогда министром по применению в Грузии. Мы ставили определенные условия, чтобы они освободили Кудорское ущелье. И каждый раз наши условия были более жесткими, жесткими. Но они категорически отказывались оттуда уходить, мотивируя тем, что у них там такие укрепления, что боеприпасов и предовольствия у них хватит на то, чтобы там бесконечно находиться, что у нас ничего не получится по освобождению Кудорского ущелья. Но, как видно, они просчитались в этих расчетах. Территория, которая угрожала безопасности республики Абхазия. Очень серьезно угрожала. Потому что это горная часть, и с горной части можно выйти в любое место в Абхазии. И, вероятнее всего, такие планы и были. То есть там создавался такой военный кулак, в сказках которого должны были начаться военные действия. То, что произошло в Осетии, могло произойти у нас. Должно было произойти у нас, я уверен. Ну и были до этого провокации со стороны Грузии в Схинвале. И по отношению к нам, где мы могли ввязаться, они хотели спровоцировать. Я думаю, что у них все-таки была основная задача начать с Абхазии все-таки. Но мы не ввязались в эту провокацию. Это тоже заслуга была богатщина. Но зато пострадали наши братья-осетины. Но еще раз говорю, что мы со своей стороны все-таки сделали все, чтобы отвлечь значительные силы Грузии от Южной Осетии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!